Бесплатная программа психологической реабилитации действует в Грузии. Она помогает людям, пережившим серьезный стресс, вновь вернуться к обычной жизни. За 6 лет работы социальный проект помог сотням людей. Подробности в следующем материале. Обычное дело, когда каждому из нас может понадобиться поддержка. Моральная, дружеская, человеческая. Однако те, кто обращается за помощью в этот центр психологической реабилитации, далеко не обычные люди. Чаще всего это страдающие депрессией. Порабощенные алкогольной или наркотической зависимостью, бывшие заключенные или жертвы насилия, как морального, так и физического. Люди, которые перед тем, как вернуться к нормальной жизни, должны забыть о своем страшном прошлом и научиться снова доверять окружающим. Мы не хотели, чтобы этот центр был похож на обыкновенную больницу или клинику. У нас обстановка более домашняя. Во-вторых, взаимоотношения между психологами и пациентами доверительные и очень дружеские. Потому что мы считаем, что только подаренные друг другу любовь и тепло помогут излечить любые душевные раны. Эти картины и инсталляции работы пациентов центра. По словам его основательницы Нати Панжикидзе, арт-терапия очень помогает психологически слабым людям раскрыть в себе новый потенциал и заново поверить в себя. Известный в стране психолог досконально изучила эту практику в Америке и привезла ее в Грузию. Наша концепция такова, что мы настаиваем на том, что у каждого человека есть свой определенный ресурс. И он должен использовать этот ресурс. Только так он будет вовлечен в процесс какой-то определенной деятельности. От этого он будет счастлив сам и принесет свою пользу обществу. Программа бесплатной психологической помощи нуждающимся не ограничилась только реабилитационным центром. В ее рамках также было открыто социальное кафе. Его работниками являются люди, которые уже прошли курс психотерапии. Теперь для них очень важно вновь стать частью общества. Заза Бурнадзе не скрывает, на протяжении долгих лет он страдал наркотической зависимостью. Но после полноценного курса лечения и полутора лет работы в социальном кафе, говорит, он смог посмотреть на мир уже совершенно другими глазами. С полной ответственностью я могу заявить, что я повернулся к жизни лицом. Я чувствую себя совершенно по-другому. И я понял, какое это счастье. Я люблю жизнь. Я люблю смотреть на нее трезвым взглядом. И я безумно благодарен за то, что мне представилась возможность начать все сначала. Программа психологической реабилитации функционирует уже шесть лет за счет кратковременных денежных грантов. И вот сейчас срок очередного из них подходит к концу. Однако авторы идеи надеются, что этому проекту не дадут пропасть. Ведь за столько лет он помог сотням людей вернуться к нормальной жизни. Анна Анастасия Дишалова Суромилашвили, специально Лехабар 24, Грузия.